Привет, друзья! Всех ждем в ВДВ. И сегодня у меня на обзоре будет медалист из Крыма. Вот это вино Alma Valley Traminer завоевала в 2019 году бронзовую медаль в Массандре на конкурсе, посвященном Любову Голицыну. Так что сегодня на обзоре медалист. По другую руку у меня чилийский Gewürztraminer, так что у меня сегодня парфюмерные сорта винограда. Это родственники, поэтому должен быть очень интересный обзор. Хорошо. Два бокала. Пока сюда. Наливаю чили. Хороший винт, качественный. Есть. Хорошо. Альмовали. Ну, у них все как обычно. Значит так, Альмовали я купил за... А, тут можно и так открывать. 705 рублей. В малоизвестном магазине. А вот чилийца я купил за 650 в супермаркете. У нас такие супермаркеты есть, называется Яблоко. Собственно говоря, Альмовали тоже продается в этом супермаркете. Но только по цене 890 рублей. Прессованная длинная пробка. Ух ты. Сразу розами запахло. Хорошо. Читаем этикетки. Ну, начинаем, наверное, с медалиста. Значит так, Альмовали, 22-й год урожая, Тройминер, Вино сухое, Белое, Крым, Россия. Так, Тройминер, Российское вино, ЗГУ, Крым, Сухое, Белое, 23-го от урожая, 13,5 алкоголя, Немаленький алкоголь, Совсем немаленький. Дата розового, 10-го, 04-го, 23-го года. Ну, все, больше ничего не буду читать. Тут ничего интересного нет. Номер партии, там, так далее. Это все. Крым, село Вирино. Ну, да, все это мы знаем. Хорошо. Чилиец. Эспириту, Дечили, Гевюрт, Стройминер, Центральная долина, Вино с ротовой, Сухое, Белое, Регион, Центральная долина. Душа Чилинсов в переводе означает. Интересно. Ну, читаем дальше. Алкоголь 12,5, алкоголя поменьше, дата розлива. Урожай 22-й год. Это тоже 22-й год. 0,08, 0,06 и 22-го года розлито. Должно быть легкое, свежее вино. В то время как Альмавали должно быть более плотно. Они делают более такие плотные, насыщенные вины. Хорошо. Цвет. Альмавали золотистый цвет, в то время как Чилиец светло-соломенный. Цвета отличаются, заметно. Чилиец более светлый. Ну, Альмавали была выдержана на дрожжевом осадке какое-то время. Ну, хорошо. Итак, с чего начнем? Ну, наверное, начну с медалистом. Альмы. Такой цвет насыщенный, аромат. Ух ты. Яркий очень... Аромат чайной розы. Сразу чувствуется чайная роза. Да, роза преобладает. Цветы роза, акация. Ну, хорошо. Очень интересно. Чилиец. Гевюрт стройминер. Нет. Чилиец очень пресный, очень постный. Еле-еле там слышны какие-то тропики. Еле-еле. Давайте взболтну его. Очень простоватый. Ну, немножечко усилилось, но Чилиец очень сильно проигрывает. Чуть-чуть крыжовника, что-то там такое. Ну, что-то... Лимончик. Ну, как это там... Слабый-слабый аромат. Вот Альмавали, интересный аромат, конечно. О, да. Действительно парфюмированный сорт винограда. И с ним хорошо поработали. Не зря она получила, наверное, бронзовую медаль. Да. Роза чайная. Роза чайная. Дюшес. Классный аромат. Очень интересный. Зачетный аромат. Шикарный. Это очень... Один из лучших ароматов тройминера, который я только слышал. Ну, что, будем пробовать. День ВДВ. Поехали. Да. Альмавали в своем репертуаре, конечно. Вино сложно назвать сухим. Скорее всего, даже более оно похоже на полусухое или полусладкое. Очень насыщенный вкус. Вино плотное. Маслянистое. Есть немножечко соли. По вкусу чувствуется переспелая груша. дыня. Яблоко. Неплохо. Какого будет чилийц? Интересно. Не. Чилийц не раскрывается. Чилийц неплох. Он более кислотный. Во вкусе чувствуется горчинка от грейпфрута. сладкий такой апельсин. Груша. Немножечко крыжовника спелого. В принципе, вкус очень даже неплохой, хочу вам сказать. Персик. Хорошее вино. Более кислотное. Более легкое. Более свежее. В то время, как кальмовали. Более плотное. Более насыщенное. Маслянистое. Да. Насадки выдерживалось. Заметно это слышно. Горчинка тоже присутствует в этом вине. Апельсиновой корочки такая. Очень хороший баланс. Вино в хорошем балансе. Довольно-таки округлое. Средняя, ниже средняя кислотность. Приятное вино. Очень приятное. Унисекс. Понравится всем, кто любит белые вины. В то время, как чилиец. Он более, немножечко более кислотный. Это уже на любителя. В общем и целом, два вина довольно-таки неплохие. Сложно какое-то из них выбрать. Каждая хорошо по-своему. Здесь не хватает парфюмированности этого сорта. А здесь не хватает кислотности. Ну, над Альмой больше работали. Это заметно. И аромат шикарен. И вкус очень сбалансированный. Итак, ребята, показываю. Альмавали вот такой траминер с киской золота. И чилиец гейвюртс траминер тоже вполне себе зачетное вино. Ничего плохого про него сказать не могу. Буду ли я покупать? Да, вино хорошие. Если когда-то где-то предоставится возможность, мало ли где, куплю в большом удовольствии. Еще раз попробую эти вино. На этом все. Пишем комментарии, подписываемся. До свидания. До свидания.